Итак, друзья, 9 часов утра у нас уже стукнуло, сейчас вроде как он уже домой едет, вот этот вот парниша, точно не помню, последний или нет. Я там немножко накосячил с Уралом, я ему почему-то рожь поставил, а не овес, но уже исправил, там все в общем-то нормально, все катается. Еще я не разобрался с тем, почему тот товарищ, да, он на парковку едет, все нормально. Почему товарищ на Урале разгружает семена, то есть он их загружает, а потом едет на разгрузку. Я вроде как посмотрел, там маршруты не пересекаются, но почему-то он на другую линию перескакивает. С этим я потом разберусь, это я уже вручную доделаю. Вент прибыл. Так, что у нас происходит здесь на поле? Здесь на поле ребята работают, ну и в общем-то, как я говорил, сейчас уже имеет смысл, наверное, ставить ворошилку, давайте это сделаем. Из свободных тракторов поставим, наверное, нашу Вальтру. Можно, в принципе, и вон того ребятенка поставить. А давайте поставим его, еще с ворошилкой справиться, еще лишняя мощность тратить. Хотя у него топлива мало. Ладно, давайте Вальтру. Вальтру у нас редко работает. Нельзя ее обделять, это же Вальтру все-таки. Хотя у него мощей лишних больше для ворошилки будет, но ничего страшного. Лишнее, это ж не нехватка, правильно? Одно покатается по полю, очистится от этой белой грязи и будет не белой. Так, дружище, давай тебе зарубим курс плюй. Тоже на поле номер 4. У тебя 10 метров ширина. 13 метров, ну ладно, 13 тоже пойдет. Три раза, я знаю, что можно опустить его по комбайну, но мне кажется, так будет лучше. В общем-то, сгенерировать. Постартовые точки, на парковку ты потом вернешься. И отправляем его на поле номер 4, да? Поле, поле номер 4, 5. Расплеем все. У тебя все будет нормально, едь ворошись. Далее, друзья, перемещаемся на нашу мельницу. Сюда приехал ман и привез последнюю кукурузу. Так что сейчас мы будем разбираться с кукурузой. Хватает нам чего, не хватает. Можно, в принципе, открыть заводы. Я хотел еще второго мана отправить, но там оставалось 40 кубов, поэтому смысла в этом никакого не было. Мельница, мельница, мельница. И знаете что? Мы в дерьме. Сейчас он все выгрузит. Будем иметь более точные цифры. Итого, смотрите, у нас уже есть 25 кубов, будем считать 25, и 88 кубов кукурузы. Ну, условно. Если мы посмотрим информацию, то 65% получается кукурузной крупы. А с 88 кубов это получается всего лишь 57. В итоге будут крупы. Ну, еще 26 у нас есть, 25, скажем так. Итого будет 82. 82 это мало, потому что контракт у нас, задание крупа кукурузы. Кукуруза на 143. Не круто. Вообще не круто. Есть вариант, друзья, взять контракт на уборку кукурузы, которая на 23-м поле. Поле, в принципе, не маленькое, поэтому кукурузы там должно будет, ну, хватать. То есть мы ее, по факту, немножко украдем. А, у нас же еще кукуруза есть на 8-м, 9-м этом самом поле. Отставить панику. Все. Что-то я про это забыл. Все, потом тогда будем считать точнее. Все, нормально. Но если что, контракт есть, да. Вот, смотрите, что у нас здесь получается. Вот по этой вот линии он едет нормально, загружает семена. После этого он как бы должен вот по этой же самой линии выезжать вон туда, вон вперед и все нормально продавать. Но он почему-то перестраивается на левую линию, которая идет на разворот на выгрузку семян. Я не знаю, из-за чего это происходит. Я еще не разобрался. Ну, в общем-то, ставим ему вручную. Пускай едет, вывозит и паркуется. Главное, что семена сейчас привезет, я потом с этим разберусь, как это правильно работает. И не знаю, может в комменты кто-нибудь напишет, может еще что-то. Но, в общем-то, вот такой вот косяк есть. Ну и в конце концов, друзья, самое интересное, это наш свекольный завод, который в 9 часов должен был запуститься. Только... А, он даже сам запустился, все шуршит, все работает. Это прекрасно. Открываем меню завода. А, не, не работает. А звук запустился. Ладно. А, ночью я ему провел ТО, потому что ночью можно это сделать. Точнее, я, правда, поставил его делать за полчаса до ночи, до того, как он закончит свою работу. Ну, в общем-то, ладно. Ресурсов осталось тут не так много. Надо будет сюда привезти, потом эти контейнеры перевезти. Я думаю, мы уже потом с этим разберемся. В общем-то, завод пошел работать. Осталось здесь еще 779 кубов свеклы. И я думаю, что можно сейчас загрузить наших манов двоих, которые будут сюда возить свеклу. Почему бы и нет? Во-первых, вот этого. Давай, друг, овощи, загрузка. Овощи, загрузка, 1-1. И сахарный завод у нас теперь выделен в отдельную линию. Свекла, выгрузка. И вози свеклу. У тебя вроде как все должно получиться. У нас есть еще один ман, чтобы быстрее было, я думаю, иметь смысл отправить именно его. Тут, в принципе, то же самое. Овощи, загрузка, 1-1. И на сахарный завод. Боже, как много здесь всего. Ладно. На сахарный завод свекла, выгрузка. И возить тебе тоже свеклу. Все, давай, друг, развлекайся. Ну, ты не в ту сторону поехал, дружище. Я тебя даже чем-то понимаю. Давай вот сюда вот едем. Правильно. Загружайся. И все. Урал у нас выгрузил семена. Он сейчас поедет. Это припаркуется. Все нормально. С семенами мы разобрались. Все в порядке. Что у нас там по пахоте, по культивации? Ну, здесь уже нормально. Здесь уже, в принципе, выполнилось. Можно даже посев какой-то уже мутить. Наверное. Не знаю, догонит он его или нет. Один круг поставим. 12 метров этого хватит. Водитель на хард двигается к АЗС. Ладно, пускай двигается. Давайте замутим посев. 9 часов утра. Это уже время такое, знаете ли, посевное. Вот этот товарищ у нас поедет сеять. У него сейчас тут все пусто. Поставим ему ячмень. Ну, пускай ячмень будет. На шестое поле. Пускай будет ячменя. Хотя, кстати, можно посмотреть размеры поля, чтобы ячменя было больше. Не знаю, почему мне так хочется. 8, 9 или 6, 7. Но, в принципе, визуально 6-7 поле больше. Оно у нас 5,74 гектара. А 8-9 опять 16. Значит, ячмень на 6-7 поле будем ставить. Вот с этой точки. Одна поворотная полоса у него будет с разворотом. И автодрайв, конечно же, на семена загрузка и поле номер 6-7. С этим понятно. Ну и автогруз, конечно же. Надо еще и автогруз мутить. Загрузить из склада семена ячменя. С фермы. Давай. Дынь. Ну и, кстати, выгрузить в склад семена ячменя тоже надо будет сделать. Сдынь. Все, готово. Сейчас мы этого товарища отправляем. Он ездит, заполняется. Едет, сеет. Потом возвращается на базу. На парковку. Вот так вот все это классно работает. Тут у нас, друзья, все ворошится. Все убирается. В принципе, поле почти убрано. Когда уберется, тогда мы и встретимся, видимо. Заодно надо будет волковалку уже ставить. И тюкалку. И начинать собирать эти самые тюки. А потом еще и культиватор. Так, кстати, я-то это поле удобрил-то. Стои седьмое. Я не удобрил это поле, дружище. Я забыл тебя удобрить. Самолета, поле 6-7. Давай, самолет лети. Трактор пока еще не приехал. Поехал только загружаться, да? Может успеет. Не, он уже вон едет, уже загрузился. Даже семенами уже едет. Давай, самолетик. Пулей. Должен успеть, пока он начнет сеять. Давай, друг, лети. Черт, опять длинная серия. Уже 3 часа ее записываю. А вы лайкусики не ставите. Жадины. Так, ему вроде бы 2 раза надо туда-обратно слетать. Поэтому он должен успеть. В теории. А этот товарищ уже подъезжает. В принципе, я-то знаю, что я могу его тормознуть без проблем. Но нам же это не надо. Мы хотим автоматизацию. Расходы на топливо. Кто-то у нас заправился. А, мантом какой-то ездил заправляться. Все нормально. Где самолет? Ты уже должен лететь обратно. Во, летит обратно. Все нормально. Да, он потом в другую сторону не полетит. У него тут 2 захода. Этот товарищ добрался до точки. И сейчас мы... Оп, все. Поле удобрено. Все, я успел. Я красавчик. Ладно, встречаемся тогда, когда закончится уборка большого поля. Так, друзья. У нас тут прилетела информация о том, что 39-е поле продается. Оно находится в жопе мира. Ну, интересно, сколько оно стоит. Ну, довольно-таки большое. Если играть с точным земледелием, это одно из самых урожайных полей, кстати, на карте. Окей, давай посмотрим. Да, кстати, у нас идет 39-й день карьеры, если кто не в курсе. Так, риелторское агентство. Поле 39. 420 тысяч, и его можно даже за эти деньги купить. Бойко Александр. 50. А, 50 рейтинга. Это я думал лояльность. 50. Вот, и я уже 50%, не, 100% лояльность, все нормально. 420 тысяч за это поле хотят. И мы можем его взять именно за 420 тысяч. И, в принципе, эти деньги можно даже нарулить. Но, знаете, не нужно нам это поле, наверное. Так, опять что-то с автодрайвом. Он не хочет работать с комбайном. Зараза, а? Опять ручками ставить надо. Съездил на заправку и все. Надышался бензин и там. Обслуживание техники. У кого-то... Да, на курс-плее сейчас стоит автоматический ремонт техники, если меньше 25% остается на последней стадии. Поэтому курс-плей сейчас будет сам автоматически все чинить. Те, которые у меня в перевозках участвуют, их чинить смысла никакого нету. Поэтому я этого не делаю. Ладно, поле убирается и встретимся, когда оно уберется. Хотя тут осталось уже раз-два и все. Опаньки, только что пришел еще один контрактик на крупу перлова. Что-то контракты посыпались, хотя я ничего такого не делал. Хотя они и раньше были, но там попадала всякая щепа, поэтому я особо внимания этому не уделял. Слушайте, а это все меняет. Крупа перловая, это у нас ячмень, да? И мы как раз его сейчас сеем. Видимо, пшеничную крупу, или как она там правильно называется, мы делать не будем. Я думаю, что этот контракт имеет смысл принять. 65 часов, мы успеем вырастить урожай, все переделать. И если будет мало, то вырастить еще один урожай. Так что я думаю, что мы этот контракт принимаем. Почему бы, собственно, и нет. Тем временем у нас, кстати, уже почти закончилась уборка. Я тут сейчас вручную начал это уже заниматься разгрузкой, потому что что-то она начала багаться. Но ничего, такое бывает. Сейчас он тут 2 секунды закончит, и поставим его убирать. А вообще, пока что можно поставить тюковку и волковку. Я как раз сюда уже пригнал трактор, который будет у нас все волковать. Это фент, который сеял кукурузу. Он освободился. У нас большие проблемы с тракторами, представляете? Никогда в жизни бы об этом не подумал сейчас. Столько тракторов, и их не хватает. Катастрофически. Они все в работе сейчас. Давай вот отсюда. Два раза по кругу. И не с разворотом, а даже не скруглять, а сглаживать. 9,3 метра ты сейчас это все дело сделаешь. По стартовой точке. Ну, в принципе, потом можешь ехать на парковку, если тебе так сильно хочется этого. Во. Пошел волковать. Все нормально. Он сейчас заволкует здесь все. И все будет путем. Мы возвращаемся на базу. И у нас есть еще один трактор. Вот такой вот, который у нас будет заниматься тюковкой. Там можно было бы поставить класс. Но класс еще поедет культивировать поле. Да, у нас еще есть Нью Холланд, но он сейчас тоже поедет культивировать поле, когда небольшая фора будет у тюковщика. Да, тут все сложно. Все сложно, представляется. Не хватает техники. Тут у нас есть вон сухая солома льна, но это нормально. Прошлого раза осталось. В принципе, очистить можно. Товарищу ставим, копируем маршрут с 1050-го Фэнда. Он у нас занимается волкованием. Со стартовой точки автодрайв не использовать. В принципе, для парковки можешь съездить, потом отвезти. Хотя он поедет потом на место парковки, которая прицепа. Но да ничего страшного. На базу вернется, самое главное. На поле 4-5 мы тебя отправляем. Поля 4-5. И курс плей тоже тебе надо заведеть. И все, давай едь. И тюкуй. Мы возвращаемся на поле. И этого самого мана разгружаем, во-первых, наш комбайн. Надеюсь, тут же все влезет. Да, там 5 кубов влезет. Отправляем его на разгрузку. И сразу же ставим ему поле, которое у нас будет кукурузное поле. А кукурузное поле у нас поле какое? Номер 8-9. И в принципе, на зерно загрузка можешь ехать. Давай, друг. У тебя все получится. А мы перемещаемся в комбайн. И снимаем его с маршрута. Цепляем сжатку. И надо перецепить опять кукурузную. 9 часов утра. У нас еще не все засеяно. Это плохо. Ладно, справимся. С учетом того, что у нас есть один день под парами, потом, где мы выравниваем все вот эти графики, то все нормально. Погнали, поменяем ему жатку и отправим убирать кукурузку последнее. А тюки, кстати, ручками придется возить. Но этого я не буду вам показывать. Потом уже финальную работу только. На Урале будем кататься. На нем проще. В комбайне, кстати, у нас топляк заканчивается. Поэтому, скорее всего, мы его сейчас отправим работать. А топлива у него ни хренашинки-то и не будет. Он съездит заправиться. Он это умеет. Это не проблема. Итак, генерируем тебе маршрут на 8-9 поле. Давай вот с этой вот точки. Тоже три круга. Все по-старому. Все как раньше. И на поле 8-9 мы его отправляем. Ставим ему курс плюй. И все. Двигается КЗС. В общем-то, он съездит заправиться. Пойдет убирать. Ман, который сейчас лен выгрузит, он сейчас выгрузит лен и поедет к комбайну. Тут все нормально, все понятно. Тут у нас пошла тюковочка. Блин, он на круг его догнал. Но ничего страшного. Они по кругу просто катаются. Это никаких проблем не будет. А мы, друзья, погнали цепанем этого самого Урала. Потому что с помощью него надо будет сейчас ездить и собирать эти самые тюки с поля и отвозить их на склад. В общем-то, все в работе. И как опять появится что-нибудь интересненькое, мы опять с вами встретимся. Ребята, у меня забагалась игра. У меня забагался комбайн. Он вроде как едет, вроде как заправляется. Пропали худы. На карте показывает какое-то непонятное место. Когда переключаешься на него табом, он его даже не видит. Да, он его даже уже потерял где-то. Короче, надо перезапускать игру. Я сохранился. Но такими курсплейными багами бывает так, что на самом деле оно не сохраняется. И есть вероятность того, что мы начнем все сначала. Ну и что, момент истины. Сохранилось оно там или не сохранилось? Сохранилось. Вижу тюки. Значит, что сохранилось. Аллилуйя просто. Это слава к богам. Ладно, выставляю обратно всех в работу. И когда что-нибудь случится, опять-таки мы встретимся. Ну вот такой вот косячок. Я на самом деле уже представил, как я пошлю все нахер просто. Да. Посмотрите-ка, друзья. А вот и срочный груз нам приплыл на томаты. А томаты у нас есть заначка. Поэтому я думаю, что можно включить пятую повышенную. Найти какой-нибудь грузовик. Какой у нас свободен грузовик-то? Вот этот занят. О боже, что вы тут делаете? Так, тебя мы отодвигаем в сторонку, чтобы ты не мешал. Так, Урал, стой, он собирает тюки. Тут вся кипит, вся работа кипит. У нас есть еще грузовик, который свеклу возил. О, кстати, у нас же есть вот эта вот херня. Вот на ней и поехали. Как раз контейнеры, я думаю, что я успею отвезти. Кстати, томаты у нас есть на северном тепличном комплексе. Поэтому можно их забрать оттуда. Субтитры создавал DimaTorzok И хоп, и... Черт. Я просто продал эти томаты, а срочный груз я не принял. Вот такой вот я лошара. Хе-хе. Ладно, поехали за второй партией тогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот. Все равно оно не считается. Потому что я лошара и привез клубнику. Какого хрена, что со мной происходит вообще? Почему я так опять завафлился? Все, сейчас надо лететь, друзья. Уже томаты пять минут осталось. Все, у меня голова кругом идет, потому что... Извините, но будем срезать по железной дороге. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот сейчас уже точно все, аллилуйя. Этот срочный груз мы выполнили с третьей попытки. Блин, я не знаю, но... Сорян за срезки, я обычно так не делаю. Но будем считать, что вы всего этого не видели. Заказ выполнен и мы получаем еще одну единичку рейтинга. Пойду, короче, разнимать там пацанов всех и... Свидимся, когда будет что-нибудь интересненькое. Ну и что ж, друзья. Вот он вроде как финал этой длиннющей серии. По крайней мере, запись уже идет пять часов. Поэтому, ну, для меня точно это длиннющая серия оказалась. Значит, смотрите, класс уже приехал на парковку. Сейчас он здесь припаркуется и закончит свою работу. Деревья у нас немножко опять подросли и стали чуть-чуть больше. Я так понимаю, это то ли предпоследнее, то ли еще две стадии роста будет. То есть скоро уже можно будет их начать пилякать. С этим все понятно. Вот этот товарищ ездил у нас заправляться. Он возвращается тоже на базу, будет парковаться. Он свою работу уже сделал. На нашем большом поле идет культивация и посев. Тут тоже все, в принципе, понятно. Культивировать осталось немного, сеять осталось и подавно немного. Соседнее поле уже даже немножко взошло. Здесь у нас ячмень. Взошел, да? Взошла. Ячмень он. Ну, короче, здесь тоже все прекрасно. Поэтому и на это внимание обращать смысла не имеет. Соседнее поле, восьмое, девятое, у нас заканчивается. Здесь культивация, посев еще не начинался. Ну, потом закончится посев на четвертом, пятом. Перегоню сюда товарищей, которые будут здесь это все дело пахать. Ну, и поле один раз уже удобрено. Ну, и соседнее десятое поле у нас тут все путем. Кукуруза даже уже взошла. То есть, я так понимаю, часов в шесть она согреет, созреет. Можно будет ее убирать. То есть, может быть, с этой кукурузой еще будет время выполнить контракт. Далее, друзья, по заводикам погнали пробежимся. Ну, и да, кстати, уборка у нас везде завершена. Уже вообще все завершено. Уже дохренища у нас тюков здесь. Один ряд, да, остался. Сколько тут? Клад тюков. Да, один ряд пустой. В одном сорок один тюк. И во всех остальных полные ряды по шестьдесят три тюка. В общем-то, как-нибудь все это дело продадим и разбогатеем. Охренеть как. Погнали еще по заводам пробежимся. Потому что заводы это самое, наверное, интересное. Хотя не знаю, кому как. Для начала, друзья, сахарный. Здесь у нас дохренища свеклы. Вот эта гора лежит. Сахарный завод. Полтора миллиона литров. Свеклы у нас здесь есть. Линия работает. До того еще 28 часов. Ресурс немножко падает. Но я надеюсь, что к следующей серии он еще не упадет. Настолько, чтобы здесь все сломалось. В общем-то, за этим делом тоже надо будет не следить. Ну и мельница. Наши любимые друзья мельница. Во-первых, сейчас сюда он едет ман. Везет кукурузу. И за ним еще едет еще один ман, который 37 кубов привезет нам. Но я думаю, что можно уже прикидывать, что к чему. Так, вот этот вот ман выгружается. Его надо будет отсюда отогнать. И второй сейчас выгрузится, приедет. Он выгрузится и остановится. Потому что у них тут именно чисто выгрузка была. Я потом с этой техникой разберусь. На самом деле, хочу уже просто побыстрее закончить. Потому что трех меня все это дело утомило. Так, давай, дружище, выгружайся. И надо брать в руки калькулятер. С калькулятера сейчас будет плохо. Так, смотрите. У нас есть 163 куба кукурузы, которые сейчас обрабатываются. Умножаем это на 65%. Получаем 105 кубов. Даже 106 будем считать. И плюс у нас есть 56 кубов крупы кукурузной. Итого, 162 куба примерно у нас получится на выходе этой самой кукурузной крупы. Вроде как контракт на 143 был, да? Да, 143 куба был контракт кукурузы. Я на самом деле, что-то у меня в голове вот эта цифра всплыла. 163,875. Ну, то есть примерно 163. Я уже испугался, что нам не хватит кукурузы. Причем не хватит одного куба. Но 143 значит должно хватить. Ну, а перловую крупу будем уже со следующей уборки выполнять. С этим, в общем-то, все понятно. С заводами все понятно. С техникой все понятно. Осталось только то, что у нас сеет. И поэтому там тоже, в принципе, все понятно. Возвращаемся на нашу базу. Рейтинг, друзья, у нас уже должен быть 71, да? Да, 71 у нас уже рейтинг. Мы уже можем, кстати, пойти в риелторское агентство. Точнее, не в риелторское, а строительное, строительную фирму. И на мельнице уже прокачивать производственные линии. В принципе, кстати, можно даже заказать, потому что у нас есть комплектующих там. Там больше половины контейнера стоит. Этих самых комплектующих. То есть больше 30 кубов точно. 23,8. Крупорушку пока трогать не будем. Надо, чтобы она работала, успела все переработать. А 15 часов тратить на то, чтобы апгрейднуть линию, смысла никакого нет. В общем-то, давайте нажимаем оплатить. Доступно. Ага, доступно только в конторе. Понятно. Не вопрос. Перемещаемся в контору. Мукомольная линия. Оплатить. Работа по улучшению линии начата. Сейчас она находится в состоянии ремонта. Оставшись до конца работы время, можно смотреть в меню обслуживания линий. С этим все понятно. И фасовочную линию мы тоже оплачиваем. Я так понимаю, что у нас с мельницей именно с того контейнера списались комплектующие. Нали побежим, посмотрим, сколько их там осталось в этом контейнере. Поведай нам. Да. Вот, смотрите, осталось их совсем тут немного. В общем-то, в следующий раз можно будет даже заняться перегоном техники. Вот этим вот апдейтом всем. Потому что у нас деньги все-таки еще появятся какие-то. С этим потом разберемся. В общем-то, друзья, на этом у меня все. 5 часов я потратил на все вот это вот без передышки. Убрать все поля, замутить посевы и так далее. Развести контракты и всякую такую фигню. Поэтому давайте это самое. Не пожалейте лайкусика мне. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь обязательно. Если хотите смотреть серии заранее, эксклюзивный контентик и всякие спонсорские стримы, то можете оформить спонсорку. Тем, кто уже это сделал, огромнейшее спасибо за поддержку. Да, вот так вот все. Ну и встретимся в заключении, скажем так, в заключительной серии второго сезона. Это второй, да? Второй сезон уже заканчивается у нас по золотому колосу. Будет небольшой перерывчик потом, наверное. А может и нет, посмотрим. Упс. И там, в общем-то, будем уже веселиться с нашими деревьями, с брусом. Там будут всякие стройки у нас часто происходить и так далее. На этом у меня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...